Еще даже вот здесь, вот на первом этаже, вот эти двери не горели. Мы были еще на первом этаже, мы еще никуда не поднимались. С подвала, где-то здесь вот сбоку, с этого есть подвал. И оттуда начал просто валить белый едкий какой-то дым. Просто люди начали задыхаться. Мой брат, кто-то крикал, что там парень полез туда, в подвал. Мой брат взял фонарик и хотел туда спускаться. Но мой муж вытащил его оттуда уже практически, он уже все, он уже терял сознание. Потом начались какие-то забрасывания не только коктейлью Молотова. Там начали бросать какие-то дымовые шашки, какие-то, ну такой уже валил там, именно черный дым. Да, это шумовые. Мы когда уже поднялись на второй этаж к девушкам, там, ну, первый этаж, это уже был просто, уже на второй этаж поднималось вот это все, все эти, весь этот дым поднимался уже туда, на второй этаж. Я же говорю, единственное, вот что, мы были когда на втором этаже, вот нас с дочкой, единственное, что спасло, что нас кто-то за руку вот потянул и сказал, «Девушки, чего вы здесь стоите, бейте в ту сторону, там есть выход на крышу». И вот так вот мы добрались туда на крышу. Поднимались очень много там людей на крыше, ну, нас около 50 было на крыше, конечно. Парень, который поднимал женщину туда на крышу, ну, такой плотный был мужчина, он, наверное, не успел подняться, потому что, я же говорю, еще, еще даже передние двери не горели, но они уже заходили с бокового входа, они уже заходили в здание, потому что на четвертом этаже уже украинский флаг вывесился, они уже были в здании. Они просто-напросто зачищали все здание, а потом уже загорелись все эти двери, потом где-то на третьем этаже там, что-то вспыхнуло, ну, не знаю, по крайней мере, мы с крыши видели кусочки, да, вот кусочки, потому что очень было страшно. Что нас еще спасло на крыше, это то, что, когда последние поднялись люди туда на крышу, которые бежали туда на крышу, мы просто-напросто через пару минут вытащили, сильный дым повалил, и мы просто-напросто вытащили, там такая большая 6-метровая или 7-метровая лестница деревянная, мы ее просто-напросто вытащили туда на крышу и забаррикадировали вход. Там даже видео есть в интернете, они уже ходят по зданию и подходят туда к чердаку и светят фонариками, мы видели, как светили фонариками, очень страшно, и они кричат, есть там кто-то, есть там кто-то на крыше. Мы, конечно, сидели, молчали, тишина была, мы видели, вот моя дочка ходила туда сбоку, на боковой, на крыше туда, видели, как встретиваться же, а мужчину выбросили, просто выбросили, душу он выбрануло, просто его выбросили оттуда. В общем, в открытии было больше, то ставили 160 трупов. Тут понятно, что это люди пропали без вести, или их ищут или как? Да, есть такая версия, что их просто вывезли куда-то, или закопали в общей могиле, но куда-то люди делись, трупы фактически куда-то делись, потому что еще многие пропали без вести. То есть родственники ищут, но ищут нигде, их нет ни в оргах, ни в больницах, нигде, люди не могли испариться. Просто так. И здание не настолько сгорело, что прямо вот, ну ничего нельзя было найти.